Друзья, доброго времени суток, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима и мы продолжаем с вами проходить игру Яга. Итак, продолжаем мы проходить и у нас следующее задание от царя, это найти ему жену. И вот у нас Баба Яга по пути к заданию появилась и просит нам рассказать, что еще за поручение нам дал царь. Так, жена. Жену найти мне нужно, красота которой солнцеподобно. За 3-9 земель и сердце ее должно быть что-то там. Нет ничего проще, чем найти такую невесту. Поведаю тебе, где ее найти, но близко... Но не близко это место. Зовут ее Мариевна. Для близких она Мария, но чтобы ее найти, через лед и пламя тебе предстоит пройти. Путь твой будет лежать через замерзшие вершины и леса, где многие встретили свою смерть и отправились на небеса. В общем, мне надо пройти через ледяные вершины и леса. Так, бабуля, привет. Ох, дорогой мой мальчик, взгляни на себя. Ты явно не доедаешь. Так же ты сможешь найти себе жену, когда ты так выглядишь. Никому не нужен костлявый муж. Возьми этот хлеб, свежиспеченный. Спасибо, бабуля. Счастливого пути, дорогой. Вот, а бабушка нам подкинула... Бабушка... Бабушка подкинула нам немного хлеба. Так. Ну что, идем, значит, мы... ...искать жену царю. Ну, хотя жена нужна мне. Ну, посмотрим, как пойдет. Может, себе ее оставим. Так, а давайте еще, знаете что, попросим... Так, перестанули на тебя. Так, подсказки у меня кое-что для тебя есть. Я тебе дам хлебушка. Дать предмет. Хорошо. Так, не принесешь ли мне что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь могучее? В следующий раз принесу. Хорошо, я буду ждать. Так, а сейчас я хочу у нас обновить наковальню. Обновляем. 300 рублей стоит обновление. Ого. И здесь 2,2. Ну, давайте. Улучшение починки. Это что такое? Повышение прочности в ходе починки оружия. Ага. Вот так круто. Шанс получить усиление при сборе руды. Угу. А это позволяет добывать... Добавить на оружие дополнительную руну. Угу. Вот это я, думаю, разблокирую тоже. Так, тут денег не хватает у нас. И тут денег не хватает. А тут у нас денежек хватает. Хватает. Так, на 200. Ну, давайте. Вот такую штуку разблокируем. Попробуем, что это такое. Я, правда, не знаю. Так, починить. Ну, давайте починим сразу. Починить. То есть мы увеличиваем прочность. Повышение прочности. Повышение прочности в ходе починки оружия. Так. Нет, мы серп починим. Серп. Это нам неинтересно. И смастерим сразу еще один молоточек себе. Так, выберем чертеж. Так, мы можем здесь... Так, руда. Руда. Какую руду выбрать? Легкий металл. Неподластный времени металл. Металл везения и удачи. Нечистое существо это просто ненавидит. Так. Так, а бронзовый молот? Можно бросить еще дальше. Нет, это неинтересно. Значит, медную руду. Атакует быстрее. Вот, да. Вот это мы и оставим. Так, улучшение. Улучшение. Что у нас есть за улучшение? Оглушает врагов на некоторое время. Делает удары врагов изнеможенными и слабыми. Делает удары врагов изнеможенными и слабыми. Не понял. Ну, то есть они становятся такими. Изнеможенными и слабыми. Может испугать врагов, когда касается их. Наносит больше урона водяному и его друзьям. Угу. Это мы уже прошли. При ударе оглушает врагов. О! Давайте вот это и поставим. Еще одну можно. Теперь мы можем две себе вставить. Так, охладнокровным больше. Начинает немного больше урона нечисти. Вокруг себя слизь бугавца. При возвращении это не то. Так, это тоже не пойдет. Молот отбрасывает всех пораженных врагов во время полета. Мне это тоже не интересно. Небольшой урон нечисти. Вот. Заставляет кровоточить. Вот это мы оставим. Оружие труднее сломать. Это очевидно одно будет. При поломке оружия с неба падают сокровища. При поломке оружия сила экипирована волшебного предмета умножается. При поломке оружия на некоторое время усиливается тело. Так, появляется рой пчел-помощниц. Разные напитки. Ага. Вот давайте мы дожду бога выберем. Да, создаем предмет. Пусть будут. Так, ик. А, он, блин, я думал он шипастый будет. Он просто обычный. Ладно, пойдет. Все, идем. Идем, значит, за женой. Так, так. Значит, идем за женой-царю. Что ж там за такая красота, интересно. Мария ее зовут. Похоже, Иван прислушивается к совету. Что дальше? Что нужно сделать? Угу. Так, вот. Мультик смотрим. Ему придется пересечь морозные вершины. Теперь оледенение, глаз и боль. Ум и выносливость придется к стати, чтобы до стороны другой достать. Морозко с сердцем ледяным заставит каждого страдать. Но, чтобы сокровище достать, придется силу доказать. Те, кто место здесь дома называет, их руки изо льда, а сердце камень. И если вдруг увидят здесь Ивана, сидят ее живьем, и будет им забава. Угу. У нас новые чудища, в общем-то, здесь будут. Все тут ледяное, все тут в снегу. Я едва чувствую свое фейс. Ого, и сходу какой-то сильный чувак. Ой-ой-ой. Ну, как сильный? Ого, не так он и сильно оказался. Так, а это что такое? Внизу, Иван, это я, волшебная рыбка. Что? Ты нашел меня в будущем, и я пообещала исполнить твое желание. Что же это будет за желание? Ты просто сияла счастье, и ты сказал, вот бы встретить тебя раньше. Поэтому я здесь. Потому я здесь. Так. Ммм, интересно. Но это не честно. Это было не желание. Ну да. Но от этой рыбки другого не получишь. Блин. Надо было другой вариант ответа выбрать. Это та рыбка, щучка, которая была в фруду, по-моему. Так, о, а это что за магические шарики? Так, не надо орать тут. Подмогу вызывать или что-то там хотелось сделать. Так, а это что такое? Это какие-то идолы красные. Они разбиваются, но из них ничего не падает. Ну да ладно. Так, печка. Давайте пошаримся в печке. Может, там хлебушек есть? Так, поискать. Да, хлебушек есть. Отличненько. Все, выходим. Спасибо, это наш телепорт. Так, куда пойдем? Право или вниз? Право или вниз? Право или вниз? Так, куда карта у нас ведет? Непонятно. Давайте вниз ходим. Так, вот. Новый у нас, значит, идол какой-то. Древний ветхий алтарь, посвященный богу Громоверцу Перуну. Перед ним на каменной плите лежат подношения. Так. Так, помолиться, очистить, напасть. Давайте почистим. Что за шум? Гром. В алтаре воцарила тишина. И что-то нам дали, что-то непонятно. И все, и здесь тупик у нас получается. Какой-то нам там дали предмет, непонятно. Что-то там руна или листочек Перуна. Так. Добрый незнакомец. Дать тебе несколько копеек. Что? Ты мне хочешь дать? Мужик, ты уже достаточно выпил. Пойдем, отведу тебя домой. Я? Я? Как ты смеешь? Я прощу тебя, если ты дашь мне пару копеек. Что, пропустишь? Допустим, я тебе дам денег. Что ты собираешься с ними делать? Мне надо вернуться домой. С деньгами. Ага. Моя жена меня ждет. Я должен был найти в городе работу. Угу. Но времена сейчас тяжелые. Твердые руки никому нынче не нужны. Так. Угу. Ну, очевидно, что он пошел в город, и там, скорее всего, деньги все пропил. Поэтому ничего я тебе не дам. Нечего тратить мою кровную заработанные копейки. Вот правильно. Ты что, умер, что ли? Да, ладно. Фиг с тобой. Вот в таких вот мы реалиях и живем. Мощных и суровых. Так, что тут у нас еще есть? Так, это кто у нас? Это жена его, что ли? Здравствуй, незнакомец. Есть минутка. Не видел ли ты моего мужа по пути сюда? Так. Видел. Он напился и заснул у большого валуна. Опять пьяный? О, я преподам ему хороший урок. Это было не так было. О, надо было сказать. Ох, я и преподам же ему урок. Блин, надо было мне от неудачи еще почиститься, помолиться. Ну да ладно. Ой, хорошо. С серпом вообще замечательно просто. Серп и молот. Вообще супер. И все кровоточит еще. Вообще огонь. Не нравится. Так, новая печка, новый телекор. Ну, ухоженный. Давайте поищем. Сейчас печи ничего нет. Ну, нам ничего и не надо. Раз, ничего нет. Ого. Что за дядька большой? Так. Я надеюсь, он не разозлится из-за этого. Так, ладно. Давайте пообщаемся с ним. Ты не пройдешь. Убирайся отсюда. Откуда пришел человек? А, убирайся туда, откуда пришел человек. Так, почему? Почему ты не даешь мне пройти? Ты не чист сердцем. Что? 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 Я стремлюсь поступать по чести. Что я могу сделать для тебя? Что ты делаешь на перевале? Так. Обмануть истинно не твое дело. Давайте ясно. У меня нет выбора. Мне надо попасть в мертвый лес. Если я вернусь, царь великит отрубить мне голову. Кажется, ты не врешь. Я тебя пропущу. Если ты докажешь, что достоин пройти. Что мне сделать? В окрестностях орудирует шайка стухачей, которые шумят и убивают моих любимых животных. Расправься с ними, и я пропущу тебя. Так. Так, что насчет награды? Нет, это, я думаю, ни к чему. Он так меня пропустит. Это и будет наша награда. Я согласен. Стухачи... 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 Ты не пройдешь. Да что? Пока нет. Подожди, Морозко, скоро я вернусь. Я случайно нажал на него. Поэтому мы идем в эту сторону. Здесь будут эти стухачи. Блин. Очень созвучно с одним кое-каким словом. Так, ладно. Идем, значит, искать этих стухачей. Вот это, что ли? Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. 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 Ой. Все, они от кровотечки все померли. Кровотечка нормальная тема, оказывается. Так. Идем в этом направлении пока. Ну, пока ничего сложного нет. Пока все проходит без сучка и задоринки. Так, тихо-тихо-тихо и возвращаемся. Сейчас тело забираем. Так, здесь-то у нас тупичок. Так, новая печка. Кто здесь есть? Так, я понял. Поискать. Печи ничего нет. Значит, выходим. И двигаем ножками в обратную сторону. Пойдем, значит, немножко в другом направлении. Блин, тут и музыка поменялась. Совсем уже другая. Такая поспокойнее стала. Опа-на, это что такое? Чё это за туса? Стухач. Слышите запах? Это запах еды. Сегодня мы наполним животы сочным человеческим мясом. Чё? Так. Морозко велел вам убираться. Советую прислушаться к его приказу. Морозко нам не приказывает. Морозко. Так, и... Пойду я дальше. Так. Я попытался договориться с вами. Мой молот не стал милосерден. Оттойте его, братцы! Ого, это кто кидается-то? Ого. Ой-ой-ой, успел. Так, а ты чё у нас тут колдуешь сзади стоишь? О, пошёл. Блин, ну как-то слишком легко было. Кхе-кхе. Кхе-кхе. Может, я слишком сильно улучшил оружие своё? Так, монеточки подбираем. Какие-то листочки, перья. Так, у нас пятилисты клеверы. И причудливое перо есть. Так, а это можно разбить. Блин, ну я пытался с ними договориться, но что-то пошло не так. Поэтому в этом моей вины нет. Что ж, идём, значит, к Морозка. И он нас должен пропустить. Так, а тут у нас чё интересно? А, так, стоп. Нет, он не тут стоял. Ладно, сходим сюда. Здесь мы не были. Посмотрим, что... Ого! 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 Тихо! О, как всё, блин, и как-то резко. Так, ну здесь просто закоулочек какой-то был. А, вот что здесь есть. Здесь есть нора. А это значит будет сокровище и новая руна. Хо-хо-хо-хо. 50 монеток, хвост чёрной кошки, что-то там ещё. Пум! Руна ткачества. Ткачества. Ладно, потом разберёмся, что это за руна. Почитаем. А сейчас идём к Морозка. Морозка, Морозка, Морозка. Ты где? Вот он. Здорово. Ну чё, дядь. Эти создания давно не давали мне покоя. Наконец-то они получили по заслугам. Спасибо. Теперь я могу пройти? Это можно. Идти по дороге. Желаю тебе удачи. Ну всё, договорились. Хорошо, что с ним драться не пришлось. А то он слишком большой и злой какой-то. Опа-на. Это чё, сундучок? Так, деревяно. Деревянная гребень. Кошачий глаз. Сколько тут всего попадало-то? Прям, прям, прям. Ух, какие мы богаты стали. Так, а это чё у нас? Опа-на. Угу. Забираем сальцо. Так, и входим. Это у нас Баба Яга здесь опять. Здорово. Здравствуй, Иван. Неожиданная встреча. Присядь. Похоже, ты замёрз, Давича. Давича, это... Прямо сейчас. Отведи меня к Марии. Прости, милок. Но не могу я этого сделать. Никто не может выжить, когда в избе летишь. Лишь женщина-вороны. Мой кот и его мышь. Мне нужны чари волшебные. Поможешь ли ты мне их найти? Тебе нужны заколдованные вещи? Или может быть заколдованное там чё-то-чё-то там? Короче, она предлагает с ней поторговаться. И мы сходу устраняем злой рог. Так, колдостой. Так, отдай мне эту вещь. А какую вещь ты мне можешь улучшить? А! Вот для чего это нужно было. Это для того, чтобы я мог дублировать предметы. То есть я могу вставлять всякие разные штучки. А я бы с удовольствием продублировал какую-нибудь руду. Но этого нельзя сделать. Поэтому я буду дублировать яичко, наверное. Сколько мне нужно, Иван? Или от тебя одной хватит? Так, мне нужна одна. А у меня сколько вообще этих костяшек-то? Так, давай мне три таких же. Да, хватило. Так, этого получается у меня четыре яйца. Так, злой рог я убрал. Убрал богословение. Так. Страдание приносит удачу. Так, пусть прольется кровь. Будет пролита больше крови. Ваши удары чаще оказываются смертельными. Плюс один по одно тело. Давайте вот это возьмем. Так, все. Благословились. Злой рог убрали. И идем теперь дальше. Держим наш путь. Ищем жену. Так. Еще один хлеб. Так. Че, кстати, там по этому? Так. Ты мне что-нибудь принесла? Я же тебе денежку дал. Лови. О! Что? Бронзовая руда. Что? Я тебе 100 монет дал, чтобы ты мне бронзовую руду привезла? Ну, такое себе. Так. Почините забрать. Сразу чиним все молоты. А, у меня этой руды нету. Вот я не... Ляха, муха. Так. А спасение, это что такое? Так. Вот так. Так. Вот это... Вот это... Сложно. Так, ладно. Давайте починим вот эту штуку. Ее мы починить можем 100%. И, я думаю, стоит сделать еще один молот на всякий случай. Как раз и проверим сейчас с яичком одно. Металл, удача и везения. Они сейчас ненавидят. Смертельно опасный металл. Так. Вот этот вот ставим. Теперь. Яичко где? Вот оно. Так и ближнего боя позволяет наносить два коротких удара подряд. Вот это вставим и... Кровяной клык волка причиняет много боли врагам. А это кровотечение. Ну, давайте усилим урон просто. Так, руны. Вот она руна. При поломке оружия на некоторое время усиливает разум. Что? А зачем мне на некоторое время? Так. Так. Ну, очевидно, что это раз руна. Сокровища. Ну, давайте опять сокровища выберем. Создаем предмет, значит, новый себе. И как он будет выглядеть? У, шупастый. Ну, ладненько. Все, выходим. Значит, идем дальше. Ищем жену для царя. Продолжение уже будет в следующей серии.